Здравствуйте, друзья мои! Как же можно себе представить зиму без крещенских морозов? А крещенские морозы без крещенской морозной холодной воды, радости купания, радости освящения воды – это, конечно, удивительный праздник, благоявление Господне, крещение Господне, бодрящий праздник, как будто бы тебя покрапили холодной, но оживительной водой, священной, крещенской. И нам следует сегодня с вами прояснить вопрос, почему же эта вода такая особенная, что в ней такого исключительного, что так христиане, может быть, часто и не понимая, в чем значение или смысл этого праздника и этого удивительного обряда освящения воды, хранение этой воды потом целый год, приобщение этой воде, а в церковном лексиконе мы говорим не просто пить крещенскую воду, а причащаться к крещенской воды. Что же в этом такого особенного? Что-то мы чувствуем, но сказать не можем. Вот, друзья, мы начнем мы с того, чтобы объяснить самим себе, что значит термин «крещение». Дело в том, что он переводной, он заимствован из иного языка. Словом «крещение» в глубокой древности было переведено на славянский язык другое греческое слово, глагол «баптидзо» мы перевели как «крестить». Глагол «баптидзо» обозначает погружение чего-либо в жидкость, в воду. Вот такой специфический глагол. То есть, если наши предки говорили «крещу», то имели в виду не таинство крещения, не обряд какой-то таинственный, торжественный, и не название праздника. Они имели в виду обычное погружение, например, какого-то сосуда в воду. И, может быть, даже в древнеславянских семьях дети, как обычно, сейчас у нас спорили, кто же из них будет после обеда крестить чашки, ложки и так далее. Крещение, этот термин стал сакральным, вошел в лексику церковную, прикипел, что ли, к одному значению чуть позже, когда общество действительно стало христианским. И мы уже и забыли, что это значит. Но погружение в воду, тот самый глагол «баптиза», который в древности употребляли греки, христиане-греки, указывал на другой обряд, уже не греческий, а иудейский, когда для того, чтобы отчертить для себя, указать в своей биографии точку излома или приходный момент, когда человек расставался с прошлым, с покаянием, с сожалением или с надеждой и вступал в новый период, древние иудеи придерживались обряда погружения в воду, то есть того самого крещения, которое никак не связано с таинством христианским, но имело, в общем-то, очень похожие действия. То есть человек погружался в воду и уже выходил из воды с новыми намерениями. То есть это было символическое действие. А человек, который переживает нечто значительное, обязательно должен облечь это в знак, в некоторый символ. И вот такова история, очень краткая, очень сбивчивая, самого термина крещения и глагола «крестить». Крестился кто? Кто погружался в воду? Это был Иисус Христос, который 30 лет безвестно, анонимно жил на земле, как сын плотника. И только он и, может быть, его родители знали о том, что он есть воплощенное слово, Сын Божий, Творец этого мира. И в момент крещения он вступает в воду, преклоняет голову под руку Иоанна Предтечи, который понимает, что происходит, понимает, кто перед ним. И в церковных песнопениях есть замечательная фраза «трепетен быть Предтеча». Человек, который никого в жизни своей не боялся, Ироду, жестокому садисту, царю-развратнику, беззаконнику он в лицо говорил правду, не боясь совершенно, что его отдадут на пытки, на муки, казнят в конце концов. А здесь Предтеча был трепетен, он трепетал. Он трепетал, потому что он единственный среди тех людей, которые увидели Христа в этот момент, понял, кто перед ним стоит. Что это не просто молодой человек, который помогает своему отцу в профессии, не просто нищий плотник, а это Творец этого мира. Он придумал и эту страну, и эту землю, и этого Предтечу, и эту воду. И церковные песнопения, которые богословствуют на тему крещенской воды, на тему богоявления, откровения этого праздника, особого смысла. Они говорят о том, что вода узнала своего Творца. Вода вострепетала от прикосновения того, кто ее придумал. Вы подумайте, какой удивительный поэтический момент. Мы же не можем себе представить какую-то субъектность воды. Но тем не менее, вода вострепетала, она взволновалась. И если вы посмотрите внимательно на каноническую икону богоявления Крещения Господни, у ног Спасителя обычно очень контурно, очень смутно, но прописаны фигуры, которые изображают воду. У воды ведь нет лица, у воды нет настроения, у нее нет личности. Это стихия максимально аморфная, безликая, бесформенная. Но тем не менее, она взволновалась от прикосновения рук того, кто ее придумал, того, кто выдумал воду, автора этого мира. И самое удивительное в этом празднике богоявления Господни как раз именно то, что каждый год в праздник Крещения Господни, когда мы совершаем освящение воды, вода вспоминает этот трепет прикосновения рук того, кто ее придумал. Ликование возлюбленной твари, я бы так сказал, возлюбленного творения. Ликование возлюбленного творения. Поэтому эта вода живительна. В молитвах на освящение воды есть такие фразы о том, что эта вода будет целительна, злых духов изгнательна, очищение помыслов, очищение от болезней, всяких злых мыслей отгнательную. И много-много других замечательных фраз звучит во время освящения воды. Обязательно прислушайтесь, что читает священник в эти дни, в эти мгновения. Это удивительно красивые тексты. И воду делает святой, крещенской, неповторимой, целительной как раз воспроизведение, воспоминание этого трепета от прикосновения Творца. Именно поэтому эта вода живительная, она живая. И она дает и человеку, который вкушает эту воду, силу жить именно так. Именно поэтому христиане так трепетно относятся к крещенской воде, освящают жилища, сами принимают. Есть люди, которые принимают каждое утро натощак, если нету возможности, например, пойти в церковь и причаститься. Конечно, это не замена причастий, но это живая вода, которая помнит своего Творца, и она заражает нас, людей, которые вкушают этот трепет воды, заражает нас благоговением, надеждой и огромной жаждой жизни, если человек вкушает эту воду с чистым сердцем. Может быть, поэтому на Руси появился такой замечательный обычай в эту крещенскую ночь или в день крещения бросаться в воду в купели крещенские. Мы, может быть, не совсем понимаем, для чего это нужно, но это очень важный рубеж для каждого человека, который находит в этом смысл, в этом действии. Окунуться, почувствовать вот этот трепет, оживить себя, потому что морозная вода, она и сама по себе бодрит. Леденящая вода тоже возвращает нам силы жить. Это тот стресс, что ли, который всегда идет нам на пользу. Поэтому этот красивый, этот трепетный праздник ценен именно тем, что человеку, который относится к нему с открытым сердцем, он всегда возвращает желание жить. А может быть, это самое важное, что в человеке есть. Это, знаете, жадность до жизни. И поэтому я и себе, и всем вам желаю приобщиться к этой жадности, чтобы нам всем очень нравилось жить. Продолжение следует...